Дербент Парк Свободы Именно сюда переселились евреи в 1797 году из селения Аббасово. Переселились те, кто уцелел после еврейского погрома, учиненного Сурхайханом. Этот квартал получил название Джугут Махале. Евреи жили в землянках, царила нищета и болезни. Жизнь еврейского квартала описал Александр Ракитников в книге «Глиняный квартал», изданной в 1931 году. Когда к власти пришли коммунисты, они решили расселить евреев в новопостроенные дома, а на месте еврейского квартала построить парк. Сейчас здесь располагаются карусель, колесо обозрения, гадекан, многочисленные чайные и ресторан. В начале 20 века в Дербенте действовали 11 синагог. Они получали названия по разным категориям. Например, по именам меценатов, на чьи средства они были построены. Это синагоги Хивро, Огьо, Мирхачи, Ханухи. Или, в зависимости от размера, большая и маленькая синагоги. Евреи еще в ханские времена старались селиться в местах, где можно было защититься от погромов. Поэтому они основали свое поселение у самой южной городской стены. Этот квартал назывался Еврейская Слободка. На этом месте находилась Слободская синагога, называемая горскими евреями Немас-Слопотке. По рассказам старожилов, синагога Ханухи находилась здесь. Она была построена на средства владельца виноградных плантаций Хануха Ханухова. В настоящее время на этом месте стоит памятник участникам Великой Отечественной войны. В этом здании располагалась синагога Эшкенази, европейских евреев. Сейчас здесь детский сад номер 2. Жители сел, переселившись в город, создавали свои синагоги. Их названия соответствовали названиям сел. К 1931 году семь из них еще продолжали работать. Постепенно они все закрылись, и действующая осталась только большая синагога – Келенумас. Это улица Тагизаде. Еврейское название – Келекуче. На ней находится единственная действующая синагога – Келенумас. Она построена в 1914 году. В 2009 году началась реконструкция, которая окончилась 22 марта 2010 года. На открытие синагоги приехали главный раввин России Берл Лазар, президент Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов, представители общественности и всех религиозных конфессий. В здании общинного центра располагается молитвенный зал, детский сад, банкетный зал, гостевые номера, воскресная школа, музей, мужская и женская миквы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова